Для одних пекучее солнце на годы отпочить на песочку, для инших мобилизовать силы и подвоить намаганию бороться без безбеспеку. Спеку это всё это поднесло немало недобрых сюрпризов отпочивающим. Факторы рызаки, повеличение водмеля, изменение рельефа водной акватории и пляжов. Вот посмотрите, посредине реки мы обозначили мель, значит слева от нас находится рыбак, который нарушает у нас все правила. Естественно, что человек попав в какую-то яму, у него возможен летальный исход. Главный боль вратовальника у самородные трамплины. Заявляются такие экстремальные побудовы, як правило, удалечены от зоны назирания освод. Але и такие места не застаются без нагляду. Попробуем? По-моему, получается. Вратовальники свержают, только за пошний тыдень это уже третий трамплин, який довелось разобрать на дожке. Не все подшивающие разумеют их небоспеку и не все задоволены одеяниями освод. Эта конструкция сейчас останется либо лежать на берегу, где будет мой ребенок идти, и не дай бог зацепится и сломает ногу. Однако профилактичная работа уже давно одлажена. Худка после разборки на место отправляется до даткового экипаж вратовальников. На березе не застается и следов от небоспечной конструкции. Очень приличная высота этого мазка и неизвестно, какая глубина. По заверениям тех людей, которые присутствовали, глубина в месте окончания этого мазка где-то около 2,5 метра. Ну, при его высоте 2,10-2,50 этого достаточно для того, чтобы получить травму. Травму шейного отдела позвоночника. Ну, самое страшное, которое можно получить при нырянии. Я видела, как дети это строили. Такие вот лет по 16 мальчики. Потом прыгают. Наши дети. Ну, не дай бог чего. Конечно, правят. На перший погляд, меры жорсткие, а ли продыктованы, яны на самой справе, маукливые и жудостные статистики. Сёльты на водоемах Гомельщины загинули 28 человек. Пятер раз их неполноредние. Давайте матрас в берегу. Цивилизованное место для Тпашинку – оховываемые пляжи. За весь период их яснования не одного трагичного выпадку. Только с початку купального сезону, каля тысячи фактов выратования людей и амаль 5 тысяч попередженев. Александр Гамоля, Игорь Марышенко, телерадиокампания «Гомель».